Так, значит, я о чём с ним? Ну, давайте сейчас я вам такую небольшую-небольшую медитацию сделаю. На 10 минут. Вот сейчас я очень активно говорила, и мне войти в медитативное состояние сейчас со мной очень легко. Потому что произошло резкое такое, резкая смена произошла в моей энергетике, внутри меня. После такой активности вот это спокойствие. Но возможно, что это произведёт такое же или произвело впечатление на вас. И мой спокойный, немного замедленный голос, может быть даже и монотонный, в чём-то, начал вас вводить в трансовое состояние. В котором активизируется ваше подсознание. А ваше подсознание, одновременно с успокаиванием вашего ума, расслаблением вашего тела, ваше подсознание получает доступ, поскольку ум успокаивается. Подсознание получает доступ к ресурсам, к которым относятся и энергетики, и образы вашего удовольствия или удовлетворённости с собой. Вы можете это вспомнить из каких-то воспоминаний, хоть начиная с детсадовских. Когда вы были чему-то, какому-то, чему-то очень рады в себе. Когда вы гордились собой. Когда у вас что-то очень здорово получилось. И вы знали об этом. А может быть вас просто очень хвалили и восхищали с вами. Это может быть ресурс, который связан, да, действительно, с воспоминанием. Потому что воспоминание – это энергетика. Это просто образ-пример. Это ассоциация для подсознания. Которая знает, что вот вы должны получить такую же радость от исполнения желания. А желания наши, поскольку мы в этом чате вместе – это что-то улучшить в здоровье. Что-то наладить в здоровье. Я начинаю со слова «здоровье», потому что это самое важное. Хотя, возможно, к счастью, для участников чата это слово или этот запрос, он и не актуален, поскольку здоровье хорошее. А помогает еще и заговор. Он на самом деле помогает. Ресурсом может быть воспоминания, взятые из каких-то школьных лет. И здесь смотря какой ваш запрос. На красоту, омоложение, энергию, здоровье. На то, как вы счастливы своей жизнью. Как удовлетворены, счастливы. И ваше подсознание может какой-то эпизод из жизни в школе вспомнить и использовать это. Как ответ для себя. А вот так я сделаю. Вот в этой теме. В теме здоровья, восстановления его, налаживания. В теме омоложения. В теме похудения, стройности. Как-то надо же запустить этот процесс, начать его. Если кому-то из вас это хочется, стать таким, получите. И в теме сексапильности. Как энергии. Которые, в общем-то, и помогают вам даже. Подтверждать. Подтверждает вам. Вашу молодость. Энергетическую молодость. И кроме того, эти гормоны помогают в выздоравливании. Потому что сосуды здоровые. Сердце здоровое. Ну, перечислите что угодно. Из систем организма. Из функционала. Оно здоровое. В молодости. И может быть там как раз гормоны. А это ведь гормоны. Это сексапильность. Это состояние. И, возможно, эти гормоны. И как раз ассоциируются с молодостью. И пусть они будут. В любом возрасте, в каком бы мы сейчас ни были. А доживем до 150. Красивыми, как сейчас. Или моложе. Может, моложе хотим быть. Пусть будет сексапильность. Как подтверждение тому, что человек жив и молод, и красив, и здоров. Ну, может быть, доживем до 500. Кто его знает. Сейчас вот уже говорят, что идет создание кремниевого. Создание кремниевого тела. То есть это вообще другая какая-то структура ДНК. Я вот видео недавно смотрела. А люди такого тела для них элементарно. Они молодыми считаются? Это 300 лет. Ну, то есть кто знает. Может быть, кто-то и знает. Но мы с вами люди смелые. Мы люди, которые время вспять. Мы абстрагируемся от паспортных возрастов и так далее. Мы хотим стать. И мы станем стройнее. Наши органы и системы организма станут работать, функционировать лучше. Наш коллаген, который воедино все держит. Из-за этого упругие мышцы лица, красивые, подтянутые. Губы пышные. Веки открытые, глаза распахнутые. Лоб подтянутый, кожа как натянутая. Гиалуронка. Гиалуроновая кислота, которая между этих волокон. Из-за чего мышцы, тело, кожа молодые. Кстати, можно себе в чем-то помогать. Помогать и чем? И кремами. Но почему бы не помочь? Не только подсознание. А и сознание помогает самим же себе для чего-то хорошего же хотим. И вот сейчас, когда вы расслабились, может быть, о чем-то вспомнили. Хорошем, радостном, нужном. О том, как были влюблены в себя и в свои успехи. Как гордились собой. И как восхищались вами. Когда ваше тело расслабилось, ум, отдыхая, дал возможность подсознанию активизировать эти ресурсы. А ресурсы – это возможности. Это ассоциации. Это что-то из памяти доставить. Доставили и активизировали прямо сейчас настоящее. И начиная работать, подсознание само понимает свою задачу. Вы можете какие-то образы вспомнить. Вот так, как я сегодня вам предложила действительно лагерью стать. Может быть, какая-то ассоциация с собой суперкрасивая есть. И пусть эта ассоциация, этот образ начнет работать как решение задачи для того, чтобы стали получившими пятерку. То есть получившими радость, удовлетворенность собой. Всё, получаясь уже сейчас, исполняясь, получится. И ваше подсознание продолжит эту работу. В общем, оно продолжит её в течение этих дней. Кстати, наверняка вы уже отметили какие-то изменения в себе, улучшения. Что-то уже обрадовало вас. И отметьте это. И можете даже записать это в чат. Я вам говорила о том, что слух озвучить очень полезно. Записать тоже. Потому что вы тем самым фиксируете уже успех и достижение. А значит, подбадриваете своё подсознание, хваля его, что оно прекрасно справляется с поставленной задачей над исполнением ваших желаний. В омоложении, в выздоравливании, в построении и в сексапильности. И может быть ещё в каких-то успехах. Потому что обычно бывает, что радость превосходит наше представление о том, а что может быть и как. Превосходит ожидание радости. Ну и на этом я заканчиваю. Вы можете выходить из трансового состояния. И ваше состояние здесь сейчас будет таким, каким оно нужно каждому для того, чтобы что-то продолжать делать. Кому-то в бодрствующем состоянии быть. Кому-то, может быть, спать уже по времени пора. Просто сами скажите. Мне надо быть вот в этом состоянии. И вы в него войдёте. Ну, у меня на этом всё. Ну, и давайте будем не только молодеть, быть здоровее, но быть ещё и активнее. Пишите в чат. Делитесь своими успехами. Замечайте их. Как вы это замечаете в себе, как в вас. Кто-то замечает и что-то вам говорит или пишет. Вас это тоже должно радовать. Как над домашними заданиями работаете. Слушаете ли заговор. Работаете ли с фотографией. Как для вас срабатывают. И о чём вы думаете, когда вспоминаете про якорь. А про якорь я вам говорила, что можем даже стихи. И это очень даже работает и помогает. Вот в этих задачах, которые мы поставили. Для того, чтобы они скорее вспомнились самым комфортным способом. Ну, я выхожу на это. Подожди. Да, а у нас же башня созидания. Да, вы никто не внимания не обратил на свечу. Тут такое свечение идёт, орёл такой богатый. И вот тут в краю розовый пауза. Это что обозначает? Расцвесть нам всем как розам? Спасибо. А, кстати, да, орёл розовый. Очень красивый. Я успела заметить. Ну, всё тогда вышло. О, а какой он огромный! Гена! Оно сейчас чистит. Вот так, ты видел? Да я вижу, всё прекрасно. Вообще, какая красота. Спасибо большое. Вот для вас работа. Спасибо большое. Я благодарю твою свечу, благодарю тебя, башню созидания. Всех вас благодарю за участие и за внимание. И, ну, и прошу, будьте немножко активнее. Это тоже в детстве молодости. Ну, на этом всё. Я останавливаю запись. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.